Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Друзья, напоминаю, что мы находимся в Грузии, а конкретнее в Батуми. Прилетели сюда на одну неделю и арендовали апартаменты на сайте Airbnb за 125 долларов на 7 полноценных дней. И, кстати, билеты в Батуми напрямую из Киева стоили 320 долларов за двоих человек в обе стороны. А мы с вами, друзья, продолжаем путешествовать по Батуми, прогуливаемся по набережной. В прошлых видео, если вы смотрели, мы посетили основные места возле колеса обозрений, башни Алфавит, показывали наше жилье, набережную, катались на самокатах. Обязательно, если не смотрели, то посмотрите предыдущее видео. А сейчас мы уже направляемся в сторону рыбного рынка. Эту часть набережной мы еще не исследовали. Также хотим вечерком зайти поужинать, тоже выбрать какое-то очень интересное место и ресторан, показать вам, что мы закажем, поделиться ценами в Батуми. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Как всегда, берите побольше еды, потому что будет очень много вкусной грузинской кухни. Поддерживайте, как всегда, нас лайком и всем приятного просмотра. Друзья, огромный плюс, что вдоль всей набережной идет велосипедная дорожка. Можно арендовать самокаты. Цены, кстати, очень приемлемые и на самокаты, и вообще в Грузии в целом, и на еду. Пока что нас цены просто радуют на все 100%. Смотрите, мы идем уже почти в самый конец набережной, и мы решили, что обратно мы будем с Руслана ехать на самокате. Я думаю, на самокате мы доедем за 10-15 минут, попадем в наш отель. Поэтому можно максимально глубоко заходить, так, чтобы прям, я не знаю, все посмотреть в этом видео. Мне кажется, можно даже прогуляться, потому что мы кушаем немало, и это нам пойдет только на пользу. Ну, Руслана, например, не умела кататься на самокатах никогда, и мы решили, наконец-то, эту проблему. Да, Саша меня, наконец-то, прокатал. И, кстати, сейчас мы еще хотим подойти к канатной дорожке и узнать, работает она или нет. Потому что в интернете пишут, что она не работает, а на гугл-карте показано, что она открыта. Блин, это, конечно, будет обидно, если канатная дорога не работает, потому что я действительно хотел подняться в горы. Мы, кстати, приближаемся к той части набережной, где очень хорошо виднеются горы. И подняться именно туда в горы, я думаю, это основное такое занятие в Батуми, потому что все, кто бывали в Батуми, делали фотки именно с этой канатной дороги. И мы, в том числе, хотели бы подняться и посмотреть панорамные красивые виды на Батуми, на горы, и вообще заценить всю эту красоту Батуми и Грузии. Нашли мы, друзья, и канатную дорогу. Смотрите, здесь она начинается и поднимается на смотровую площадку. Только что узнали за стоимость. Смотрите, работает все. Кабинки возят, сколько стоит. 25 лари стоимость одного человека. Это туда и обратно. На горе есть смотровая площадка и ресторан. Смотрите, по-любому мы хотим это все посетить, но так как сегодня непредсказуемая погода, полчаса назад был дождь, потом солнце, потом опять дождь, мы все-таки, наверное, это все оставим на другой день, так как у нас еще очень много дней в Батуми. А сейчас все-таки, как мы и хотели, отправимся на рыбный рынок, а для канатной дороги, для подъема уже выделим отдельный выпуск и все это снимем и, конечно же, вам покажем. Только что по пути нам встретился местный житель, который предлагал экскурсии индивидуальные. То есть он говорит, у меня машина Toyota Camry, я вас возьму и мы будем только с вами, как бы вы вдвоем и я. И такие экскурсии там на водопады, в церковь, везде около 30 лари за двоих человек. Потом экскурсия там 2 водопада и еще что-то, тут там 100 лари. Ну, в принципе, цены очень приятные. Кстати, вот он бежит за нами. Короче, он нас только что догнал, говорит, посмотри, вон Toyota Camry стоит, говорит, это моя машина. Давайте подойдем глянем. А, смотрите, он у нас еще и таксист, оказывается, Toyota Camry, вот. Ну, нормальная машина, я думаю, можно было бы поехать на водопад. Короче, у него очень много мест, не знаю, в принципе, я думаю, если даже сторговаться, то можно еще дешевле. Сейчас туристов нету. Помнишь, как мы в Шарджа были, когда не было туристов, то нас азербайджанец вообще очень дешево возил, да? Очень дешево, в сравнении с экскурсиями, которые предлагали туроператоры. Раза в 3 точно дешевле, да? Вот такие люди предлагают очень хорошие экскурсии и недорого. Да, так что, возможно, мы ему еще позвоним, он оставил свой номер, да? Я уже написала. Потому что, друзья, надо все равно как-то разнообразить отдых, не будем же мы все время ходить по ресторанам, набережной, рыбным рынкам и все это вам показывать. Надо какие-то места за пределами Батуми посетить, так что мы еще вечером изучим, что нам предложат. И потом в следующих видео уже отправимся в путешествие, показывая для вас красивые места. Огромный минус этого всего, что мы хотим за сегодняшний день максимально все изучить. Но хочу напомнить, что на данный момент в Грузии действует комендантский час. С 9 вечера и до 5 утра уже полностью все закрывается. И на улицу абсолютно никому нельзя выходить, даже туристам. Местным тут, понятное дело, и так. Но туристам тоже сказали не выходить, потому что будет штраф. Так что, друзья, если вы собираетесь в Грузию, интересуйтесь, действует ли комендантский час на данный момент. Потому что завтра его уже могут отменить. Эта информация может стать уже завтра неактуальной. А на данный момент, к сожалению, да, он присутствует. Поэтому до 9 вечера мы должны справиться и уже абсолютно все посмотреть. И вернуться еще и в наш отель. Судя по тому, по каким дорогам мы идем. И смотрите, слева какой-то завод, какой-то мусор. Не очень приятный запах. Я сделал вывод, что если будете ехать на рыбный рынок, то лучше, конечно, ехать, чем идти. Хотел сказать, идти сначала. Потому что, смотрите, тут ничего красивого нет. А по карте мы глянули, мы будем идти, думали, что будем идти вдоль набережной, но нет. Эта прогулка не очень приятная. Мне кажется, проще даже голод заказать, если он будет стоить 1 или 2 доллара. Но вы быстро проедетесь и посмотрите все, что вам нужно. Я думаю, максимум 1 или 1,5 доллара. Даже да. Так что, друзья, обратно будем либо самокат, либо такси брать. По этой дороге уже идти совершенно нет желания. Смотрите, куда мы попали. Это какой-то завод. Еще и колючая проволока. Это, конечно, жесть. А нам еще тот мужичок сказал, сядьте на автобус и поедьте автобусом. А он говорит, да не, мы хотим прогуляться, изучить Батуми. Но, видите, иногда лучше послушать местных жителей, чтобы не ходить по такой вот свалке. Оно реально, вот это все теперь портит атмосферу и впечатление про отдых в Батуми. Единственное, что меня радует в этой всей прогулке, это то, что с правой стороны можете наблюдать красивые, просто красивейшие панорамы на горы. Смотрите, полностью, куда ни посмотришь, везде горы, маленькие домики, зелень, лес, трава. Это все просто идеально сочетается и поднимает настроение. И только мы разворачиваемся влево, опять этот весь завод, эта вся жесть, которая происходит здесь. И вообще удивляюсь, как так получилось, что прямо возле туристического места этот завод образовался. Все эти запахи, мусор, развалины, конечно, сразу портит вид. Поэтому будем смотреть только в эту сторону и наслаждаться отдыхом. Зашли мы на рыбный рынок, смотрите, как много здесь рыбы. Креветки тоже имеются. И все это можно, кстати, приготовить возле самого рынка в ресторане. Выбор огромный, ценников нет, скорее всего, надо торговаться и цены всегда разные, да? Смотрите, очень много всего. Куда ни посмотришь, везде просто огромное количество рыбьи. Устрицы есть и королевские креветки. Короче, выбор, я смотрю, очень хороший. Да, такая вот. Дарсос, дарсгар. Ларсос. Смотрите, какая амбала. Камбала. Амбала, камбала. Ну, я не видел никогда такой рыбы. Смотрите, большой ряд, еще один. Короче, я даже не знаю, может и взять какой-то рыбки. Смотрите, это все под накрытием, все огромный рыбный рынок. Очень большой выбор. Ты что-то хочешь? Я бы дораду, наверное, съела. Да? Можно прямо здесь и приготовить рядом, и перекусить рядом. Ну, сейчас будем что-то выбирать, думать. Возможно, что-то даже и прикупим. Фух, друзья, это какой-то дурдом. Мы еле вышли с этого рыбного рынка. На нас просто налетели, потому что туристов сейчас абсолютно нет. Там одни продавцы, только местные, и все. Больше никого нету. И мы реально еле вышли. Нас уже за руки чуть ли не хватали. Ценников нигде нет. Сейчас вкратце Руслана озвучит те цены, которые мы узнали на какие-то определенные виды рыбы. Бараболя черноморская 15 лари за 1 килограмм. Лосось 22 лари за 1 килограмм. Но это какой-то лосось морской, не такой красный, как мы ели. Потом дорада, по-моему, она сказала, что 20 за килограмм. Баночка маленькой красной икры 20 лари. А сколько там грамм где-то? Грамм 200 в баночке? Где-то, по-моему, 150, но баночка не маленькая. 20 лари, да? Да, эта цена очень хорошая, я считаю, на икру. И еще креветки были, они производят здесь поштучно. Королевские. Королевские. В одной женщине было 3 лари за штуку, у другой 2,80 за штуку. Также вам на месте будут здесь все приготовить. Да, почистить на месте, а приготовить, я так понял, уже отдельно в ресторане. 5 лари в ресторане приготовить, как сказали. Возле моря где-то. Не знаю, короче, честно говоря, эта атмосфера немножко поднапрягла. Все-таки пойдем дальше прогуляемся. Хотелось бы сесть нормально где-то в ресторане грузинском, поужинать. Но еще время у нас есть на это все дело. Мы так, зашли, показали вам атмосферу. Вкратце ознакомили с ценами. А так-то, по сути, рыбы, честно говоря, мы сейчас прямо особо и не хотим. Лучше какого-то шашлычка, хачапури, что-то в грузинском стиле отведать. Одним словом, друзья, эта часть Батуми, которая находится за мостом, за заводом, там, где рыбный рынок, мне совершенно не нравится. Хоть тут есть и море, но тут нету нормальной набережной. Как-то она не туристически выглядит. Единственное, зачем сюда приехать, это если вы хотите на рыбный рынок. Взять какую-то рыбу. Тут можно и приготовить, посидеть возле моря, они сказали. Есть ресторанчики. Так что это единственное, зачем можете сюда приехать. А так, целенаправленно, если вы думаете, что тут будет что-то красивое или суперкрутое, то нет. Лучше отдыхайте там, на той стороне, где башня Алфавит, Хилтон и так далее. Где самая основная туристическая часть Батуми. Смотрите, какая здесь прогулочная зона. Типа велодорожка и обычная такая вот дорожка. Слева, ну есть все-таки, смотрите, есть ресторанчики. Ривьера. Он один тут, можно сказать. Дальше уже пустырь. Просто море. И ничего, по сути, нету. Так что делайте выводы сами, есть ли вам смысл на эту часть, на эту сторону идти. Мы уже до конца пройдемся, чтобы наверняка исследовать это все место и будем ехать обратно уже на такси, туда, где мы все начинали. Вот, смотрите, тут даже пляжа нету. То есть просто трава, море. Вот этот единственный ресторан Ривьера. Возможно, он и хороший, потому что я вижу, там есть панорамные беседки, терраса. Все это над морем, собственно, с видом на море. И все, тут уже заправки. Вдали там горы, все это красиво. Но сама эта часть набережной совершенно никакая. И не советую вам сюда ехать, за исключением рыбного рынка. Короче, друзья, если пройдете дальше по карте, где-то на той стороне есть еще один рыбный рынок. Честно говоря, вообще нету желания туда идти. Мы вот прогулялись дальше, смотрите. По сути, ничего не поменялось. Такая вот береговая линия. Там уже виднеется башня, алфавит и колесо обозрения. Смотрите, как много мы реально прошли. И мы вот нашли остановку. Скорее всего, на этой остановке мы сейчас сядем в автобус. И поедем обратно. Будем искать какое-то нормальное заведение, в котором мы все-таки зайдем и вкусно поужинаем. Решили спуститься еще напоследок к морю в этой части. И смотрите, тут даже шприцы какие-то валяются. Так что я вам категорически не рекомендую сюда идти. По сути, это то место в Батуми, скорее всего, где даже не бывают туристы. Смотрите, никого нету. Даже местных нету. Просто такая заброшенная часть набережной и пляжа. Ну, вон какие-то два человека приехали на машине. Постоять на море, посмотреть. Короче, ребята, зашли мы в автобус. И, как оказалось, для того, чтобы оплатить проезд, надо какие-то специальные карточки. Которых, соответственно, у нас нету. Поэтому мы и проехали одну остановку. Вышли на следующий. Он нас подвез обратно к рыбному рынку. И мы вызываем такси Болт до центра Батуми. Вот этого места будет стоить всего лишь два лари. То есть, это вообще копейки, я считаю. Можно было и не заходить в автобус, а сразу вызывать болт и не париться с этим всем делом. Добрались мы успешно на такси в центр Батуми. Смотрите, подъехали сразу же под ресторан HB. Этот ресторан нам рекомендовали наши подписчики. Смотрите, как он выглядит. Скорее всего, именно сюда мы отправимся на ужин. И хотел с вами поделиться атмосферой. Смотрите, это находится не прямо на набережной. Тут уже такая брусчатка. Интересные домики колоритные, балкончики. Я так понял, здесь очень много всяких кафе и ресторанов грузинских. Мы уже этот район в отдельный день как-то все обойдем и изучим. Возможно, отдельный выпуск с ними. Здесь какая-то кафешка, покупаешь два, получаешь один в подарок. Попай? Да. Вот, смотрите. Один плюс один, акция всем известная. Там дальше тоже кофейня, чай можно взять. Ну, наверное, будем идти в HB, да? Да, пошли. Интересно, что тут по ценам вообще? Судя по ресторанам, мне кажется, не сильно дешево. Я тоже так думаю. Так, друзья, все-таки мы решили остановиться в этом ресторане HB. Кстати, расшифровывается как HB München. Там написано. Очень интересное название. Смотрите, сели за таким вот огромным круглым столом. Только что посмотрели меню. Меню здесь в онлайне. И смотрите, даже здесь нарисованы наши три высотки Orbi City, в которых мы остановились. Что-то очень часто мы их встречаем. Заказали в этот раз две порции шашлыка. Руслана все-таки шашлык хочет в Грузии наконец-то попробовать. Я хочу шашлык, а не хачапури, потому что сегодняшним хачапури я очень наелась. Даже не смогла его доесть, поэтому я пока не хочу его снова брать. Ну, я хачапури не очень сильно люблю, поэтому взяли два шашлыка и попробуем еще хинкали. Потому что подписчики рекомендовали именно в этом заведении попробовать хинкали. Ну, и здесь очень красиво все сделано. Видно, что заведение дороже, чем то, в котором мы сидели днем. Да, это все-таки ресторанчик. Смотрите, мы присели на летние террасы прямо в этих всех колоритных улочках. Так что ждем, посмотрим, что нам принесут. Поделимся с вами. И, конечно же, ценник тоже озвучим в самом конце. Принесли нам уже наш заказ. Смотрите, Руслана ко мне ближе немножко подсела. Да, мы, собственно, далеко было от Саши. Да, аж на том стуле, а сильно дистанции заблюдать от меня не надо, да? Так, принесли нам заказ. Смотрите, это сочный шашлычок грузинский. Кстати, аппетитнее выглядит, чем в прошлом заведении. Он прямо не пригоревший такой. Видно, что кусочки аппетитные. Сейчас будем пробовать с лучком. А также взяли пять хинкали. Зелень плюс свинина. Смотрите, тоже все еще парует, теплое, только с печи. Также взяли соуса цибели в шашлыку и грузинскую минеральную воду. Кстати, у нас тоже такая продается. И на выбор еще боржоми везде предлагают. Она стоит около двух лари в заведениях. Так что, друзья, приятного аппетита. Приступаем к трапезе. Руслана, я смотрю, уже активно разрезает на кусочки. Но выглядит это все очень аппетитно. Ты без соуса? Да. Не любишь соус? Очень вкусное мясо. Да. Очень вкусный маринад. Ммм, нам-ням. Пора уже и мне приступить. Ну, Руслана без соуса. Я, конечно же, макну вкуснейшийся цибели. Блин, кусок большой. Я не люблю... Его нужно наливать на мясо. Я не люблю мелкими кусочками, и потому буду большими. Я думаю, комментировать не надо, да? Вы все по моим глазам и так видите. Все-таки Грузия и облюбился. Особенно в ваш шашлык. Ну, а теперь давайте продегустируем хинкали. Руслана уже научилась. Маленькую дырочку надгрызаете, а потом выпиваете бульончик, да? Ну, бульона здесь мало, но он тоже очень вкусный. Очень много специй. Даже немножко острый. Неужели в прошлом ресторане были вкуснее хинкали? Ну, по-моему, да. Потому что мне подписчики писали, что именно в HB самые вкусные хинкали почему-то. Ну, мне пока что там больше понравились хинкали, а мясо здесь. Кстати, если вы не знаете, то хвостики от хинкали не нужно есть, потому что я видел иногда, что люди прямо с хвостиками едят. И это, конечно, они сырые даже зачастую остаются, да? Ну, смотрите, внутри мяса, мяска, я смотрю, немало. Так что, наверное, пора и мне отведать вот этот сочный хинкальчик. А теперь, друзья, смертельный номер. В одной руке камера, в другой хинкали. Как одной рукой съесть хинкали, чтобы не обляпаться полностью всей юшкой, всем бульончиком? Давайте попробуем. Ну, да. Двумя руками это интереснее. Да, бульончика не сильно много на самом деле. Мясо вкусное. Там они как-то были наваристее, да? Все-таки насыщеннее. Ну, так или иначе вкусно. Я считаю, даже за атмосферу стоит посетить это место, потому что приятно реально сидеть. Смотрите, везде зелено, такой, как будто бы в старом городе где-то сидишь, как в Будве, в Черногории, да? Пожжем. Так что, друзья, будем справляться с этим всем делом и отправляться дальше на прогулку. Ну и давайте подведем итоги ресторана HB. Смотрите, за две порции шашлыка, пять хинкали, одну грузинскую водичку и соус с ацебели. Мы заплатили 40 лари и 90 местных копеек. В принципе, цены такие же, как и в предыдущем ресторане, который мы показывали вам в предыдущих видео. Но здесь более приятная атмосфера. Но что я вам скажу, здесь нам больше понравился шашлык, а в том прошлом заведении вкуснее все-таки были хинкали. Там было больше юшки, они были побольше, реально помассивнее, да? Да, был намного вкуснее бульон, было больше специи. Да, а шашлычок здесь более такой, знаете, мягкий был, а в прошлом заведении более суховатый. Но я вам честно скажу, мне что здесь, что там, в принципе, все очень понравилось. Просто это если уже сравнивать, то хинкали там лучше, а шашлычок, конечно же, здесь. Так что спасибо заведению HB. Будем собираться и идти дальше на прогулку. Кстати, зашли в уборную и хочу показать вам, как выглядит заведение внутри. Смотрите, какая атмосферка, везде декорации, напоминает какой-то интересный паб с такими люстрами, смотрите. Мы на втором этаже, еще есть на первом. Еще минусовой этаж там есть. Очень много места, да. Неплохая, да, атмосферка? Это немецкий паб. Интересно. Кстати, пока мы сидели и ужинали в HB, смотрите, уже и солнышко вышло, погода реально улучшилась. Потому что, когда мы прогуливались по набережной, практически весь день был дождь, а тут только мы уже ужинаем и будем ехать, идти, точнее, пешком обратно в отель, уже и солнце вышло. Это же реально, блин, печаль. Ну, я надеюсь, что завтра будет весь день уже солнечно и мы сможем нормально гулять. Так как, друзья, в Грузии сейчас комендантский час, у нас осталось примерно пару часов, чтобы прогуляться. Мы хотим еще зайти в магазин. Возле наших апартаментов есть спар, потому что вчера вечером мы заселились и у нас даже не было воды. Это реально напрягло. Поэтому мы купим, наверное, 6-литровую огромную баклаху, поставим ее в номере, а также хотим купить зеленый чай, потому что у нас было пару пакетиков черного и этого, соответственно, не хватает, чтобы нормально попить чаек. И прогуляемся мы уже обратно к апартаментам через сам город. То есть туда мы шли по набережной, а назад будем уже идти через городок заодно с самыми такими интересными, колоритными улочками и моментами будем делиться с вами. Смотрите, как здесь все круто. Не знаю, что-то представлял Батуми совершенно другими. Я думал, здесь будет что-то в стиле Болгарии. Просто старое, такое советское что-то мне представлялось. А тут, смотри, как будто именно исторический город больше напоминает какой-то Львов или польские города, там, Краков, например. Да, есть такое. Очень красиво. Нет таких развалин, нет домов, как в Болгарии, которые идут с Советского Союза. Все как-то... Колоритненько, да? Интересно. Смотрите, везде по-своему там вот такой дом интересный тоже. И везде такие брусчатка на дороге. То есть не обычные дороги, а из брусчатки. Там, кстати, винный магазин какой-то здесь очень популярное. Вино и коньяк вот этот Новый Кахетти, да? Или старый. Старый Кахетти и еще чача. Чачу я что-то вообще не хочу. Я тоже. Я как-то в Крыму пробовал, меня она чуть из носа назад не полезла, потому чачу я даже дегустировать не хочу, если честно. А вот, смотрите, типичные грузинские дворики. Мне интересно, как они белье вообще туда вывесили? Как его снимать теперь? Я не знаю. Смотрите, маленькие дворики, лавочки, белье везде висит. Ну, это уже немножко другая атмосфера. Там как-то покрасивее все было. Вот именно такое я примерно представлял. А там как-то оно как будто для туриста все, да, так выложено, красивенько. Будем идти куда-то в другое место, потому что здесь не очень приятно, скажем так. Также из минусов в Батуми это, конечно же, попрошайки. Тут есть цыгане, которые вечно просят клянчить деньги. И второе, как для меня, это собаки. Ну, то есть, я к собакам отношусь очень негативно, потому что у меня с ними всегда был горький опыт, а здесь очень много собак, и они всегда за вами почему-то пытаются гнаться. Я не пойму, зачем трутся об ноги. Мне, например, это меня лично напрягает. Руслана любит собак, она там их гладит, гладит, но это только будет до того момента, пока они ее не грызнут хорошенько. Потом она уже этого делать не будет, я уверен. Меня они не грызнут, потому что я к ним хорошо отношусь. Ага, то есть, когда я шел по бульвару, и они меня сбили с ног, это значит, я плохо к ним относился. Это не случайно, они всегда так, а как грызнули, тоже случайно. Меня не грызли, потому что я вижу, какие собаки агрессивные, какие нормальные, к агрессивным я вообще не подхожу. Короче, я собак никогда в жизни не трогал, но у меня с ними абсолютно весь опыт был только негативный. А вот уже, друзья, недалеко от нас и колесо обозрения, башня, алфавит, а только мы шли по набережной, а теперь, смотрите, идем по городу. Такие тоже дома интересные, нестандартные, скажем так. Но зато везде, смотрите, пальмы, везде зелень, кустики, цветы высадили. То есть, все равно за курортом максимально следят, хотят привлекать туристов, чтобы здесь всем нравилось. Также очень много стройки, хотят побольше высоток и интересных, красивых зданий сделать. Хотят прямо как в Дубае, наверное, еще тут бурж-халифу свою, да, отстроить. Не знаю. Ну а что, они привлекли большое количество туристов, если бы это сделали. Ну, может быть, они сделали просто со временем. Ну, как Дубай, конечно, тут, мне кажется, не будет, но что-то приближенное они как минимум делать стараются. Проходим мимо известного грузинского поэта. Смотрите, написано, Илья Чавчавадзе, вот. Тут красивые деревья, решил поделиться этой частью, как бы, вот памятник. Позади такие старенькие дома колоритные, и тут такой парк, все ухоженно, красиво сделано. Ну, не знаю, как-то в Грузии хочется показать, все посмотреть самому, да? Что-то не напрягает. Почему в Болгарии нету такого? Вот там как-то все отталкивало, все как-то старое, напоминало какие-то задрипанные районы, типа там, на окраине, там, ну, как-то не то. Ну, там все старое, там за этим не ухаживают, не следят. Вот как все осталось, так оно и до сих пор есть. Для меня Болгария это курорт, где просто возле моря поставили как можно больше кафе, ресторанов, кабаков, и все. То есть, за красотой не следят, только доиловка и транжир денег для туристов. То есть, потратьте побольше денег, везде выпивка, хавка, фастфуд, клубы, рестораны, все. А так, чтобы курорт выглядел красиво, то у них, конечно, такого нету. А в Батуми заметно, что люди за этим следят и хотят, чтобы к ним приезжало как можно больше туристов и оставались все довольными. Ну, а мы, друзья, уже подошли к магазину Спар, в котором мы хотели закупиться. Так что, друзья, будем на этой ноте заканчивать данное видео. Если оно вам понравилось, обязательно поддержите нас лайком, напишите свои комментарии, напишите, что вы думаете вкратце про Батуми, как вам наш сегодняшний день, как вам ресторанчик, кстати, понравился или нет. Очень будет интересно почитать все ваши комментарии. А также, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео из Грузии, ведь завтра, с самого утра, мы отправляемся, скорее всего, на канатную дорогу, либо опять по грузинским ресторанчикам и интересным местам. Так что, до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся, пока! Пока!